Я такого никогда не видел. Чем отличается рентген-снимок больного COVID-19 от пациента с пневмонией? Так ли страшен вирус, как о нем говорят? И закроют ли осенью нас снова на карантин? Сегодня наши корреспонденты встретились с врачом, который с первых дней отслеживал состояние всех зараженных в Карагандинской области. Мухтар Абельдин удаленно обследовал каждого заболевшего коронавирусом в Карагандинской области. По его словам, рентген может показать, что все хорошо, но компьютерная томография – противоположный результат. Она дает 98% точности обследования. Врач показывает, как со временем изменяются легкие у зараженных коронавирусом. Легкие – это сами состоят из маленьких пузырьков, альвеол, которые заполнены газом. И вот стенки этих пузырьков начинают просто утолщаться и перестают работать в них процессы газообмена. Кислород уже не усваивается там. И толщина, вот именно утолщение этой стеночки, нежной, создает картину матового стекла. Термин еще называется булыжная мостовая. Иногда этот процесс настолько стремителен, что легкие превращаются в фиброзную ткань за считанные часы. В запущенной стадии бесполезен уже даже аппарат искусственной вентиляции легких и исход летален. Смерть первого пациента в Караганде привела врачей в шок, хотя они и были готовы. Ранее я никогда не видел такие изменения в легких. 25 лет у меня стажу. Я очень много видел пневмонии в легких и вирусной этиологии. Характерная картина для этой пневмонии – именно прогрессирование, течение, быстрая скорость поражения легких. Она очень нас удивила. Сейчас медики уверены, что умеют и определять ковид, и лечить. Низкую заболеваемость и смертность в Казахстане объясняют тем, что у них была фора, время подготовиться. По словам главного рентгенолога, многие люди думают, что уже переболели осенью и зимой, но это не так. К тому же коронавирус мутирует так же, как вирусы гриппа, так что есть вероятность заболеть повторно. Однако вылечившиеся уже абсолютно не заразны, так что клеить ярлыки и увольнять их с работы неправильно. В Карагантинской области болели в основном не пенсионеры, а люди среднего возраста.